Роберт Шекли. Жертва из космоса. Читает Александр Большишальский. А перед началом этого рассказа – небольшое вступление. Оно длится около полутора минут. Вы можете промотать, если желаете. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете этот канал. Ставите лайки, комментируйте и подписывайтесь. И особенно большое спасибо тем, кто поддерживает его финансово. Это очень помогает мне выпускать видео каждый день. Сегодня я благодарю Сергея Юрьевича Р., Ивана Ивановича В., который также написал «Спасибо, помогает заснуть». Альбину Григорьевну Е., Григора Лепаритовича А., Дмитрия Львовича М., Лидию Владимировну Д., и, конечно же, бессменного Арсена Манвеловича М., который чаще других мне помогает. Также с помощью суперспасибо прислал пожертвование человек под никнеймом Рута Б., который написал «У вас очень приятный голос и четкое произношение». Слушать ваши аудиокниги – такое же удовольствие, как хороший секс. Дорогие друзья, если вы также хотите поддержать этот канал, то вы можете это сделать по реквизитам в описании этого видео, переводом на карту из России или нажав на кнопку «Суперспасибо», то есть на доллар в сердечке под этим видео, из других стран. Большое вам спасибо. Замерев от восхищения, Хедвилл разглядывал планету – чудесный мир зеленых равнин, красных гор и незнающих покоя серо-голубых морей. Аппаратура его корабля быстро собрала информацию и пришла к выводу, что на этой планете человек будет чувствовать себя замечательно. Хедвилл набрал программу посадки и раскрыл записную книжку. Он был писателем, автором «Белых теней в поясе астероидов», «Саги о космических далях», «Приключений межпланетного бродяги» и «Териры планеты тайн». «Новая планета простирается подо мной», – записал Хедвилл. «Манящее и таинственное, вызов к моему воображению. Что найду на ней я, межзвездный скиталец? Какие странные тайны скрывает ее пышный зеленый покоров? Что ждет меня? Опасность? Любовь? Исполнение желаний? Найдет ли на ней покой усталый искатель приключений?» Ричард Хедвилл, высокий, худощавый, рыжеволосый молодой человек, унаследовал от отца солидное состояние и вложил его в космическую шхуну класса СС. Путешествуя в этом потрепанном кораблике вот уже шесть лет, он писал восторженные книги о местах, где ему довелось побывать. Но восторг этот был фальшивым, потому что чужие планеты щедро одарили его лишь разочарованием. Как оказалось, аборигены повсюду, на удивление, тупы и поразительно уродливы. Питаются они какой-то дрянью, а вообще не просто невыносимы. Тем не менее, Хедвилл писал о романтических приключениях и не терял надежды когда-нибудь пережить написанное наяву. На этой прекрасной тропической планете городов не оказалось. Корабль уже садился неподалеку от деревушки, где стояли крытые соломы-хижины. «Может быть, здесь я найду то, что искал», — подумал Хедвилл, когда корабль начал резкое торможение. В тот день на рассвете Катага вместе с дочерью Миле перешел реку по сплетенному из Лиан мостку, направляясь к зубчатой горе, собирая цветки фрага. Нигде на Игате фраг не цветет столь обильно, как у подножия зубчатой горы. Да и может ли быть иначе, ведь это священная гора Фангукари, улыбающегося бога. Ближе к полудню к ним присоединился Брок, юноша с туповатой физиономией, которого редко интересовало что-либо, кроме собственной персоны. Высокую и стройную Миле не оставляло предчувствия, что должно случиться нечто очень важное. Она работала словно во сне, двигаясь медленно и мечтательно, а ее длинные черные волосы развивал ветер. Знакомые предметы виделись с удивительной ясностью и казались наполненными новым смыслом. Она бросила взгляд на деревню, кучку крошечных хижин по ту сторону реки и с любопытством посмотрела дальше на вершину, где совершались все иготийские свадьбы и виднеющееся за ней нежно расцвеченное море. Миле слыла прелестнейшей девушкой на Игате, что признавал даже старый жрец. Она мечтала о жизни, наполненной захватывающими приключениями, но дни в деревне сменялись с удручающей монотонностью, и ей оставалось лишь собирать цветки фрага под горячими лучами двух солнц. Миле вовсе не считала такое положение дел справедливым. Ее отец сработал энергично, что-то напивая себе под нос. Он знал, что цветки эти скоро перебродят в большом чане, жрет слаг, побормочет над напитком необходимой молитвы и прольет малую талику перед изображением фунгукария. И когда с формальностями будет покончено, вся деревня, включая собак, приступит к грандиозной попойке. От таких мыслей работа шла веселее. Между делом Катага принялся обдумывать тонкий опасный план, который в случае успеха сильно поднял бы его престиж. Подобные размышления тоже были приятны. Брок выпрямился, вытер лицо концом набедренной повязки и взглянул на небо, не собирается ли дождь. «Эй!» — крикнул он. Катага и Миле тоже посмотрели на небо. «Туда!» — взвизгнул Брок. «Туда, смотрите!» Прямо над их головами медленно снижалась серебристая пятнышка, окруженная сполохами красного и зеленого пламени. Оно росло на глазах, превращаясь в сверкающий шар. «Пророчество!» — благоговейно прошептал Катага. «Наконец-то! После стольких столетий ожидания!» «Скорее в деревню!» — воскликнула Миле. «Подождите!» — остановил их Брок. Его лицо стало пунцовым от смущения, он нервно ковырял землю пальцем ноги. «Я первый его увидел!» «Ты кто же еще?» — нетерпеливо подтвердила Миле. «Раз я его первым увидел, — продолжил Брок, — и тем самым сослужил деревне важную службу. Как по-вашему, достаточно ли этого?» Брок хотел того, о чем мечтал каждый иготеец, ради чего работал, и о чем молился, и ради чего люди поумнее, вроде Катага, задумывали хитроумные планы. Но произносить желаемое вслух считалось неприличным. Впрочем, Миле и Катага все поняли. «Как ты считаешь?» — спросил Катага дочь. «Полагаю, он заслуживает кое-чего». Брок возбужденно потер руки. «Послушай, Миле, ты не сделаешь это сама». «Но окончательное решение должен принять жрец», — напомнила Миле. «Пожалуйста», — взмолился Брок. «А вдруг Лак решит, будто я не готов? Прошу тебя, Катага, сделай это сам». Катага посмотрел на застывшее лицо Миле и вздохнул. «Прости, Брок, будь мы с тобой одни, но Миле всегда очень строго соблюдал обычаи. Пусть решает жрец». Брок огорченно кивнул. Тем временем сверкающий шар опустился еще ниже, направляясь к ровной долине возле деревни. Трое иготийцев подхватили мешки с цветками фрага и заторопились домой. Когда они дошли до переброшенного через бурную реку подвесного мостика, Катага пропустил вперед Брога, затем Миле. Потом двинулся следом, вынув небольшой кинжал, спрятанный до поры до времени в набедренной повязке. Как он и ожидал, Миле и Брок не стали оборачиваться. Все их внимание уходило на то, чтобы удержать равновесие на этой шаткой, раскачивающейся конструкции. Дойдя до середины мостика, Катага провел пальцами по главному канату и нащупал небольшой разрыв, обнаруженный несколько дней назад. Он быстро полоснул по нему ножом и ощутил, как разошлись волокна. Еще надрез, другой, и канат не выдержит веса человека. Пока достаточно. Бесьма довольный собой, Катага сунул кинжал обратно в набедренную повязку и стал догонять Миле и Брога. Новость всполошила деревню. Весть о великом событии передавалась из уст в уста, и перед святилищем инструмента начались импровизированные танцы. Но тут же прекратились, едва из храма фон Гукаре, прихрамывая, вышел старый жрец. За долгие годы службы лицо высокого тощего Лага приобрело сходство с благосклонно улыбающимся изображением божества, которому он поклонялся. Его лысую голову венчала украшенная перьями корона жреческой касты. Он тяжело опирался на священный черный жезл. Его тут же окружила толпа. Рядом со жрецом, с надеждой потирая руки, но не решаясь настаивать на награде, стоял Брок. — Народ мой, — сказал Лаг, — древнее пророчество Игати свершилось. Как и предсказывала легенда, с небес спустился огромный сверкающий шар. Внутри его, как повествует легенда, окажется существо, похожее на нас, и то будет посланец Фон Гукаре. Все закивали, не сводя слага восхищенных глаз. — Посланник совершит множество добрых дел, таких, которых еще не видывал никто. И когда он закончит и потребует отдыха, его будет ждать заслуженная награда. Голос слага упал до вдохновенного шепота. — Этой наградой станет то, к чему стремится каждый гатиец, о чем мечтает и о чем молится. Им станет последний дар, который Фон Гукаре шлет тем, кто хорошо служит ему и деревне. Жрец повернулся к Брогу. — Ты, Брок, — сказал он, — был первым, кто увидел посланца. Ты хорошо послужил деревне. Жрец воздел руки. — Друзья, считаете ли вы, что Брок должен получить награду, которой жаждет? Большинство согласилось с тем, что должен. Но тут с недовольным видом вперед выступил богатый купец Васси. — Это несправедливо, — сказал он. — Мы все работаем для этого долгие годы и делаем богатые пожертвования храму. Брок сделал недостаточно даже для того, чтобы заслужить саму награду. И к тому же он низкого происхождения. — Твои доводы сильны, — согласился жрец. Брок громко простонал. — Но, — продолжил он, — щедрость фангукари простирается не только на благородных. Даже и самый ничтожный может на нее надеяться. Если Брок не будет достойно вознагражден, то не потеряют ли надежду остальные? Люди одобрительно зашумели, а глаза Брога увлажнились от благодарности. — На колени, Брок! — велел жрец, и лицо его словно осветилось любовью и добротой. Брок опустился на колени. Толпа затаила дыхание. Лак замахнулся массивным жезлом и изо всех сил обрушил его на череп Брога. То был хороший удар, нанесенный опытной рукой. Брок рухнул, дернулся и замер. Выражение счастья на его лице не поддавалось описанию. — Как это было прекрасно! — завистливо пробормотал Катага. Миле сжала руку отца. — Не волнуйся, папа. Настанет день, и ты тоже получишь свою награду. — Надеюсь, — ответил Катага. — Ну как я могу быть в этом уверен? Вспомни Рии. Не жил еще другой столь же добрый и набожный человек. Бедный старик всю жизнь работал и молил Господа о насильственной смерти. О любой насильственной смерти, и что же? Он скончался во сне. Разве такой смерть он был достоин? — Всегда можно найти одно другое исключение. Могу назвать хоть дюжину других. — Постарайся не беспокоиться об этом, отец. Я знаю, что твоя смерть будет прекрасна, как у Брога. Да, да, но если подумать, то Брог умер так просто. Глаза Катаги вспыхнули. Мне хотелось бы чего-нибудь по-настоящему великого, мучительного, сложного и восхитительного. Вроде того, что ожидает посланца. Мелли отвернулась. — Ты слишком многого хочешь, папа? — Верно, верно, — пробормотал Катага. — Ладно, когда-нибудь. И он еле заметно улыбнулся. То будет великий день. Умный и смелый человек берет судьбу в свои руки и устраивает себе насильственную смерть, а не влачит дни в покорном ожидании, пока про него вспомнит слабоумный жрец. Называйте это ересью, обзывайте как угодно, но внутренний голос подсказывал Катаге, что человек имеет право умереть столь мучительно и такой смертью, какой пожелает сам. Если сумеет завершить задуманное. Он вспомнил о надрезанном канате и на душе у него потеплело. — Какая удача, что он так и не научился плавать! — Пойдем, — позвала Мелли. — Пора приветствовать посланника. И они зашагали вслед за остальными к долине, где сел сверкающий шар. Ричард Хедвилл откинулся на потертую спинку пилотского кресла и вытер салбопот. Из корабля только что вышли последние туземцы, и он все еще слышал, как они смеялись и пели, возвращаясь в деревню в вечерних сумерках. Кабина пропахла цветами, медом и вином, и ему все еще чудился отражающийся от серых металлических стен гул барабанов. Он улыбнулся, о чем-то вспомнив, достал записную книжку и, выбрав ручку, записал. «Прекрасные Гатти с ее могучими горами и бурными горными потоками, пляжами из черного песка, пышными джунглями и могучими цветущими деревьями в лесах». «Неплохо», подумал Хедвилл. Сосредоточенно сжав губы, он продолжал. «Местные жители, симпатичные гуманоиды, с коричневатой кожей, гибкие и ловкие. Они приветствовали меня цветами и танцами, выказав много знаков радости и дружбы. Я легко выучил под гипнозом их язык и скоро буду чувствовать себя здесь, как дома. Они добродушный и веселый народ, вежливый и учтивый и беззаботно живут, почти не отрываясь от матери природы. Какой урок они преподают себе, цивилизованный человек? Быстро проникаешься симпатии и к ним, и к Фангукаре, их благосклонному божеству. Остается лишь надеяться на то, что цивилизованный человек, злой гений буйства и разрушений, не доберется сюда и не совратит этот народ с пути радостной уверенности». Хедвилл выбрал ручку с более тонким пером и записал. «Есть здесь девушка по имени Миле, которая...» Он вычеркнул строчку и написал. «Черноволосая девушка по имени Миле, несравненная красавица, подошла близко ко мне и заглянула в самую глубину моих глаз». Он вычеркнул и это. Нахмурившись, он испробовал еще несколько вариантов. Ее ясные карие глаза обещали такую радость. Ее алый ротик слегка трепетал, когда я... Хотя ее нежная ручка задержалась в моей руке лишь на мгновение, он смял страницу. «Это эффект пяти месяцев вынужденного воздержания», решил он. «Лучше вернуться к основной теме, а Миле оставить на потом». Он написал. «Есть немало способов, при помощи которых благожелательный наблюдатель может помочь этому народу. Но меня охватывает сильное искушение не делать абсолютно ничего из-за опасений разрушить их культуру». Закрыв книжку Хедвилл, посмотрел в иллюминатор на отдаленную деревню, где сейчас горели факелы. Потом снова раскрыл книжку. Однако их культура производит впечатление сильной и гибкой. Кое-какая помощь пойдет им только на пользу. Я им охотно помогу». Он захлопнул книжку и убрал ручки. На следующий день Хедвилл принялся за добрые дела. Он обнаружил, что многие иготейцы страдают от болезней, переносимых москитами. Тщательно подобрав антибиотики, он сумел излечить почти всех, кроме самых запущенных случаев. Затем посоветовал осушить стоячие пруды, где размножались москиты. Когда он пользовал больных, его сопровождала миле. Прекрасная иготейка быстро освоила простейшие навыки ухода за больными, а Хедвилл нашел, что ее помощь просто неоценима. Вскоре в деревне позабыли обо всех серьезных болезнях. Хедвилл завел привычку проводить дни на солнечном склоне холма неподалеку от Игати, где он отдыхал и работал над книгой. Настал день, когда Лак собрал жителей деревни для обсуждения важного вопроса. «Друзья!» начал старый жрец. «Друг наш Хедвилл свершил для деревни великие благодеяния. Он вылечил наших больных, и теперь они могут жить дальше, дожидаясь дара фон Гукари. Но Хедвилл устал и отдыхает, лежа на солнце. Он ждет награды, ради которой явился к нам». «Будет справедливо», сказал купец Васи, «если посланец получит заслуженную награду. Пусть жрец возьмет жезл и...» «Зачем же так скупиться?» возразил Джаили, ученик жреца. «Разве посланец фон Гукари не заслужил смерти получше? Он достоин большего, чем жалкий удар жезла, гораздо большего». «Ты прав», подумав, признал Васи. «А раз так, то не загнать ли ему под ногти отравленные шипы?» «Может, такая смерть достаточно хороша для купца», заметил каменотес Тгара. «Но не для Хедвилла. Он заслуживает смерти, достойный вождя. Я вот что придумал. Надо его связать, развести под пятками медленный огонь и постепенно... Подождите!» вмешался Лак. «Посланник заслужил смерти адепта, и поэтому его следует осторожно и крепко взять, отнести к ближайшему муравейнику и закопать в нем по самую шею». Раздались крики одобрения. «И все время, пока он будет кричать», добавил Тгара, «мы будем бить в старинные ритуальные барабаны». «И танцевать в его честь», сказал Васи. «И пить за него, сколько влезет», добавил Катага. Все согласились, что это будет великолепная смерть. Итак, детали были обговорены и время назначены. Деревню охватил религиозный экстаз. Хижины украсили цветами, все кроме храма инструмента, который обычай запрещал украшать. Женщины смеялись и пели, подготавливая поминки. Или шмеле, непонятно почему охватила печаль. Опустив голову, она прошла через всю деревню и начала медленно подниматься на холм к Хедвиллу. Раздевшись до поезда, Хедвилл нежился под лучами двух солнц. «Привет, Милле», сказал он. «Я слышал барабаны. Что-то намечается». «Будет праздник», ответила Милле, присаживаясь рядом. «Чудесно. Если я загляну, возражений не будет». Милле посмотрела на него и медленно кивнула. Посланец вел себя строго в соответствии со старинным ритуалом, согласно которому человек делал вид, будто собственные поминки не имеют к нему никакого отношения. У ее соплеменников на такое обычно не хватало духу. Но посланец фон Гукари, конечно же, способен соблюдать обычаи строже всех остальных. «Скоро начнется». «Через час». Еще совсем недавно она разговаривала с ним свободно и откровенно, но теперь у нее было тяжело на сердце, а она не понимала причины. Милле робко взглянула на его непривычно яркую одежду и рыжие волосы. «Приятная новость», пробормотал Хедвилл. «Да, очень приятная», сказал он еще тише. Полуприкрыв глаза, он любовался прекрасной иготейкой, строгими линиями ее шеи и плеч, черными прямыми волосами и почти физически ощущал исходящий от нее аромат трав. Хедвилл нервно сорвал травинку. «Милле», выдавил он, «я...» Слова замерли у него на губах. Охваченная внезапным порывом, Милле бросилась в его объятия. «О, Милле!» «Хедвилл», воскликнула она, прильнув к нему, но тут же резко отстранилась и посмотрела на него с тревогой. «Что с тобой, милочка?» спросил Хедвилл. «Хедвилл, можешь ли ты еще что-нибудь сделать для деревни? Что угодно. Мой народ будет тебе очень благодарен». «Конечно могу, но куда торопиться? Сперва неплохо и отдохнуть». «Нет, прошу тебя», взмолилась Милле. «Помнишь, ты говорил об оросительных канавах? Ты можешь приняться за них прямо сейчас». «Ну, если ты просишь, но...» «О, мой дорогой!» Милле вскочила, Хедвилл протянул к ней руки, но она увернулась. «Некогда. Я должна как можно скорее передать эту новость всей деревне». Она убежала Хедвиллу, осталось лишь удивляться странным нравам туземцев и особенно туземок. Примчавшись в деревню, Милле нашла жреца в храме, где тот молился, а не спасла не ему мудрости. Она быстро рассказала ему о новых планах божьего посланника. Старый жрец медленно кивнул. «Старемонию придется отложить, но скажи мне, дочь моя, почему именно ты сообщила мне новость?» Покраснев, Милле промолчала. Жрец улыбнулся, но его лицо тут же снова стало суровым. «Понимаю, но прислушайся к моим словам, девочка, не позволяй любви отвратить тебя от великой мудрости фон Гукари и от соблюдения наших древних обычаев». «У меня и в мыслях такого не было. Я просто почувствовала, что смерть адепта для Хедвелла недостаточно хороша. Он заслуживает большего. Он заслуживает ультимата». «Вот уже шестьсот лет ни один человек не оказывался достойен ультимата», сказал Лак. «Никто с тех самых пор, как герой и полбог Вктат спас иготийцев от жутких хуэльев». «Но у Хедвелла душа героя», воскликнула Миле. «Дай ему время. Пусть старается, он докажет». «Может и так», задумчиво отозвался жрец. «Это стало бы величайшим событием для нашей деревни. Но подумай, Миле, ведь на это может уйти вся его жизнь». «А разве не стоит подождать такого?» спросила она. Старый жрец стиснул жезл и задумчиво нахмурил лоб. «Может, ты права», медленно произнес он. «Да, наверное, права». Он неожиданно выпрямился и пристально посмотрел на Миле. «Но скажи мне правду, Миле, ты действительно желаешь сохранить его для ультимата или всего лишь для себя?» «Он должен умереть такой смертью, какой достоин», произнесла она безмятежно и отвела взгляд в сторону. «Хотел бы я знать», сказал старик, «что таится в твоем сердце?» «Мне кажется, ты в опасной близости к ереси, Миле. Ты, которая всегда была в вопросах веры, одной из самых достойных». Миле уже собралась ответить, но тут в храм ворвался купец Васи. «Скорее», закричал он. Иглай нарушил табу. Толстый, веселый фермер умер ужасной смертью. Он шел, как обычно, от своей хижины к центру деревни, мимо старого дерева колючки, и оно неожиданно рухнуло прямо на него. Колючки пронзили его насквозь. Очевидцы рассказывали, что прежде чем испустить дух, он станал и корчился целый час, но умер он с улыбкой на лице. Жрец всмотрелся в толпу, окружившую тело Иглаи. Некоторые украдко улыбались, прикрывая рты руками. Лак подошел к дереву и присмотрелся. По окружности ствола были заметны слабые следы пилы, замазанной глиной. Жрец обернулся к толпе. «Иглаи часто видели возле этого дерева?» спросил он. «Чаще и не бывает», ответил другой фермер. «Почитай каждый день, под ним обедал». Теперь многие заулыбались открыто, гордясь проделкой Иглаи и обмениваясь шуточками. «А я-то все гадал, чем ему это дерево приглянулось?» А он и не любил есть в компании, говорил, что в одиночку в него больше влазит. Хэ! А сам потихонечку подпиливал. «Считай, несколько месяцев ухлопал? Дерево-то твердое?» «Да, котелок у него варил». «Дайте мне сказать, он был всего лишь фермер и никто не назвал бы его набожным, но помер он славной смертью». «Послушайте, добрые люди!» крикнул Лак. Иглаи совершил кощунство. «Только священник имеет право даровать кому-либо насильственную смерть!» «А какое жрецу дело до того, чего он не видел?» пробормотал кто-то. «Подумаешь, кощунство!» добавил другой. Иглаи устроил себе великолепную смерть. Вот что важно». Старый жрец опечаленно отвернулся. «Сделанного не вернешь. Если бы он вовремя поймал Иглаи, то фермеру бы не поздоровалось. Иглаи никогда бы не осмелился повторить попытку и умер бы скорее всего тихо и мирно у себя в постели в преклонном возрасте. Но сейчас уже слишком поздно. Иглаи ухватил свою смерть за хвост и на ее крыльях уже, наверное, добрался до руки Чанги. Опросить Бога наказать Иглаи после смерти бесполезно, потому что этот хитрец и на том свете выкрутится». «Неужели никто из вас не видел, как Иглаи подпиливал дерево?» спросил Лак. «Если кто и видел, все равно не признается». Лак знал, что все они друг друга покрывают. Несмотря на все проповеди, которыми он пичкал жителей деревни с самого раннего детства, они упорно пытались перехитрить жрецов. И когда только до них дойдет, что незаконная смерть никогда не принесет такого удовлетворения, как смерть заслуженная, заработанная и обставленная священными церемониями?» Он вздохнул. Временами жизнь становится так тяжела. Через неделю Хедвилл записал в дневнике «Такого народа, как эти иготейцы, я еще не встречал. Сейчас я живу с ними, вместе с ними ем и пью, наблюдая их обряды. Я знаю и понимаю их, и правда об этом народе просто поразительно, если не сказать больше. Невероятно, но иготейцы не знают, что такое война. Только представь это, цивилизованный человек. Никогда за всю свою историю они не воевали. Они даже не понимают, что это такое. Приведу пример. Как-то я попытался объяснить суть войны Катаги, отцу несравненной миле. Он почесал голову и спросил, «Говоришь, это когда много одних людей убивают еще больше других людей, это и есть война?» «Часть ее», ответил я, «когда тысячи одних убивают тысячи других». «В таком случае», заметил одинаково. Никакого удовольствия. Каждый должен умереть своей собственной смертью. Оцени цивилизованный человек невероятную наивность такого ответа. Но все же подумай и о несомненной правде, которая кроется под этой наивностью, правде, которую неплохо бы осознать всем. Более того, эти люди не ссорятся между собой, у них нет ни кровной вражды, ни преступлений из ревности, ни убийств. И вот к такому выводу я пришел. Этот народ не знает насильственной смерти, за исключением, разумеется, несчастных случаев. Как жаль, что они происходят здесь столь часто и почти всегда со смертельным исходом. Но я приписываю это дикости окружающей природы и беспечному характеру этих людей. Ни одно из таких происшествий не остается без внимания. Жрец, с которым есть неплохие отношения, удрученных чистотой и постоянно предупреждает народ, призывая его к осторожности. Он хороший человек. А теперь запишу самую свежую, самую чудесную новость. Хедвилл глуповато ухмыльнулся, немного помедлил и снова склонился над дневником. Милле согласилась стать моей женой. Церемония начнется, как только я закончу эти записи. Празднества уже начались и к пирушке все готово. Я самый счастливый человек на свете, потому что Милле красивейшая из девушек, а также и самая необычная. Она очень заботится о других, возможно, даже слишком. Она все время настаивала, чтобы я продолжал что-нибудь делать для деревни. Я многое сделал. Я закончил для них оросительную систему, научил выращивать несколько быстрорастущих съедобных растений, показал основы обработки металлов и многое другое, слишком долго перечислять. А она хотела, чтобы я делал еще и еще. Но с меня хватит. У меня есть право на отдых. Хочу провести долгий томный медовый месяц, а потом годик поваляться на солнышке, заканчивая книгу. Милле никак не может этого понять и упорно твердит, что я должен продолжать работать. И еще она говорит о какой-то церемонии, связанной с ультиматом, если я правильно перевел это слово. Но я сделал достаточно. Я отказываюсь работать, как минимум ближайший год или два. Церемония ультимат начнется сразу после нашей свадьбы. Полагаю, это какая-то высокая почесть, которой этот простой народ желает меня одарить. И я на нее согласился. Наверное, будет очень интересно. Все жители деревни, возглавляемые старым жрецом, направились к вершине, где совершались все эготийские свадьбы. Мужчины украсили себя церемониальными перьями, а женщины надели ожерелье из ракушек и разноцветных камешков. Четверо дюжих мужчин в середине процессии тащили какую-то странную конструкцию. Хедвиллу удалось бросить на нее лишь мимолетный взгляд, но он знал, что ее из ничем не украшенной хижины с крышей, крытой черной соломой из какого-то храма. На шатком плетеном мостике процессия вытянулась цепочкой. Замыкавший шествие катага еле заметно улыбнулся и снова украдкой провел ножом по надрезанному канату. Вершина оказалась узким выступом черной скалы, нависающим над морем. Хедвилл и Милле встали на краю лицом к жрецу. Едва лаквоздил руки, все затаили дыхание. «О, великий Фонгукари!» воскликнул жрец. «Возлюби этого человека Хедвилла, посланца своего, явившегося к нам с небес в сверкающем шаре и свершившего для Игати столько, сколько не делал еще никто. И возлюби дочь свою Милле. Научи ее любить память о своем муже и оставаться преданной вере своего племени». При этих словах жрец значительно посмотрел на Милле. И Милле, высоко подняв голову, ответил ему тем же. «Я объявляю вас», произнес жрец, «мужем и женой». Хедвилл заключил жену в объятии и поцеловал. Люди радостно закричали. Катага лукаво ухмыльнулся. «А теперь», сказал жрец, постаравшись придать голосу как можно больше радушия, «Я хочу сообщить тебе приятное известие, Хедвилл, великое известие». «Вот как», отозвался Хедвилл, неохотно отпуская законную супругу. «Мы оценили твои дела», сказал Лак, «и нашли, что ты достоин ультимата». «Что ж, спасибо», сказал Хедвилл. Жрец взмахнул рукой. Четверо вынесли тот самый странный предмет. Только теперь Хедвилл смог разглядеть, что это платформа размером с большую кровать, изготовленная из какого-то древнего на вид дерева. К ней были приделаны всевозможные клинья, крюки, заостренные раковины и острые шипы. Имелись и пока пустые чаши, и многочисленные приспособления странной формы, о назначении которых Хедвилл так и не смог догадаться. «Вот уже шесть веков», сказал Лак, «инструмент не выносили из храма. Шесть веков со времен героя спасшего народ и гати от уничтожения и вынесли его ради тебя, Хедвилл». «Нет, я не достоин подобной чести», сказал Хедвилл. Толпа одобрительно загудела, оценив его скромность. «Поверь мне», искренне произнес Лак, «ты достоин. Принимаешь ли ты ультимат, Хедвилл?» Хедвилл взглянул на Миле, но не смог понять выражение ее прекрасного лица. Потом перевел взгляд на жреца. Лицо Лага было бесстрастным. Толпа хоронила гробовое молчание. Хедвилл посмотрел на инструмент. Чем-то он ему не понравился. В его голове начало зарождаться сомнение. Может, он неправильно оценил этих людей? В некие древние времена инструмент явно использовали для пыток. Эти клинья и крючки, но для чего предназначены остальные детали? Напряженно размышляя, Хедвилл постарался представить и содрогнулся. Толпа перед ним сбилась в плотную массу. За спиной узкий выступ скалы и трехсотметровый обрыв. Хедвилл снова посмотрел на миле. Выражение любви и преданности на ее лице было несомненным. Взглянув на жителей деревни, он увидел, как они за него переживают. Да что он, собственно, разволновался? Разве могут они причинить ему зло после всего, что он для них сделал. Наверняка инструмент имел чисто символическое применение. Я принимаю ультимат, сказал Хедвилл жрецу. Толпа завопила и ее восторженный рев эхом разнесся по горам. Его тут же обступили, улыбались, пожимали руки. Церемония свершится сразу же, объявил жрец, в деревне перед статуей Фангукария. Все тут же направились обратно. Впереди шел жрец, а Хедвилл с женой в середине. Мелле с самого начала так и не произнесла ни слова. Все молча прошли по качающемуся мостику. На другом берегу туземцы еще плотнее обступили Хедвилла, что вызвало у него легкий приступ к лаустрофобии. Не будь я убежден в их природной доброте, подумал Хедвилл, обязательно бы встревожился. Впереди показались деревня и алтарь Фангукария. Жрец торопливо направился к алтарю. Неожиданно раздался вопль. Все обернулись и помчались к мостику. На берегу Хедвилл увидел, что произошло. Катага шел последним и когда он добрался до середины, центральный канат неожиданно оборвался. Катага успел схватиться за обрывок более тонкого каната, но продержался недолго. Все увидели, как его руки ослабели, разжались и он упал в реку. Хедвилл застыл, потрясенный увиденным. Ясно, словно в кошмарном сне он видел, как летит вниз Катага с храброй улыбкой на губах, как бурлит вода, покрывая белой пеной острые камни. Беднягу ждала верная и жуткая смерть. «Он умеет плавать?» спросил Хедвилл жену. «Нет», ответила Милле, «он отказался учиться». «Ах, отец, как ты мог?» Бешеный поток пугал Хедвилла даже больше, чем пустота космоса, но отец его жены в опасности, надо действовать. И он бросился вниз головой в ледяную воду. Катага почти потерял сознание, когда до него добрался Хедвилл, так что ему повезло и яготеец не стал сопротивляться, когда Хедвилл схватил его за волосы и отчаянно устремился к ближайшему берегу. Близкому, но недостижимому. Поток уносил их вдаль, то окуная с головой, то вышвыривая на поверхность. Отчаянным усилием Хедвилл ухитрился избежать торчавших из-под воды скал. Но впереди виднелись новые. Туземцы с криками бежали вдоль берега. Быстро теряя силы, Хедвилл снова устремился к берегу. Его ударило, а подводный камень и пальцы, вцепившиеся в волосы катаги, начали слабеть. Иготеец немного пришел в себя и стал сопротивляться. «Не сдавайся, старина», выдохнул Хедвилл. Мимо проносился берег. Их протащило всего метрах в трех, потом отнесло снова. Вложив остаток сил в последнее отчаянное усилие, он ухватился за нависшую над водой ветку и сумел продержаться, борясь с бешеным потоком, пока туземцы со жрецом во главе не вытащили их на берег. Их отнесли в деревню. Отдышавшись, Хедвилл повернулся к катаге и слабо улыбнулся. Еле вывернулись старина, сказал он. Подлец, проследил катага, плюнул на Хедвилла и зашагал прочь. Спаситель уставился ему вслед, недоуменно почесывая затылок. Должно быть головой обо что-то стукнулся, заметил он. Ну так что там с ультиматом? Туземцы угрожающе надвинулись на него. Ишь, ультимата ему захотелось. Какова скотина. Вытащил бедного катагу из воды и еще наглости хватает. Своему же тестю полез жизнь спасать. Такая свинья, подвел итог купец Васи. Даже мечтать о смерти права не имеет, Путин проклят. Хедвиллу показалось, что все они внезапно сошли с ума. Он немного неуверенно поднялся и обратился к жрецу. Что это с вами? Лак пристально вгляделся в него, при исполненном скорби взором, сжал губы так, что они побелели и промолчал. Разве церемонии не будет? Уныло спросил Хедвилл. Ты действительно заслужил ее? Ответил жрец. Если кто и заслуживал ультимата, так это ты, Хедвилл. На мой взгляд, ты должен был получить свое, хотя бы просто и справедливости, но сейчас речь идет о чем-то большем, чем абстрактная справедливость. Если исходить из них, то ты, Хедвилл, совершил ужасный и бесчеловечный поступок, вытащив из реки несчастного Катагу. Боюсь, простить тебя невозможно. Хедвилл потерял дарь речи. Очевидно, существовал запрет спасать упавших в воду. Да откуда же ему было о нем знать? И неужели такая мелочь способна перевесить все, что он для них сделал? Но хоть какой-то церемонии я достоин, взмолился он. Я люблю ваш народ. Я хочу жить с вами. Наверняка можно что-то сделать. Глаза старого жреца затуманились от сострадания. Он покрепче ухватил жезл и начал его поднимать. Но его остановил рев возмущенной толпы. Тут я бессилен, признался жрец. Покинь нас, фальшивый посланец. Покинь нас, о Хедвилл, ты не заслуживаешь даже смерти. Ну и ладно, ряфкнул Хедвилл, внезапно разозлившись. Черт с вами грязные дикари. Ноги моей здесь больше не будет. Хоть на коленях просите. Ты со мной, миле? Девушка нерешительно заморгала, посмотрела на Хедвилла, потом на жреца. Наступила мертвая тишина. Помни о своем отце, миле, негромко произнес Лак. Помни о вере своего народа. Миле гордо задрала маленький подбородок. Я знаю, каков мой долг, заявила она. Пойдем, дорогой Ричард. Вот и хорошо, отозвался Хедвилл и зашагал вместе с Миле кораблю. Старый жрец с отчаянием смотрел им вслед. Миле, крикнул он дрогнувшим голосом. Но Миле не обернулась. Лак увидел, как она вошла в корабль. Захлопнулся люк. Через несколько минут серебристую сферу окутало красное и голубое пламя. Шар поднялся, набрал скорость, превратился в пятнышко и исчез. По щекам смотревшего в небо жреца катились слезы. Несколько часов спустя Хедвилл сказал. Дорогая, я отвезу тебя на Землю, в свою родную планету. Тебе там понравится. Знаю, прошептала Миле, глядя в иллюминатор на сверкающие точки звезд. Где-то среди них был ее дом, потерянный для нее навсегда. Она уже затасковала по нему, но другого выбора не было, по крайней мере для нее. Женщина всегда идет вслед за мужчиной, которого любят. И женщина, любящая горячо и искренне, никогда не потеряет веры в своего мужа. А Миле верила в Хедвилла. Она нащупала укрытый в ее одежде крошечный кинжал в ножнах. Кончик его был смазан ядом, вызывающим особо мучительную и медленную смерть. Это была ее семейная реликвия, которой можно было воспользоваться лишь тогда, когда поблизости нет жреца и только ради того, кого любишь больше всего. «Нечего терять время даром», сказал Хедвилл. «С твоей помощью я совершу великие дела. Ты будешь гордиться мною, милая». Миле знала, «Когда нибудь», подумала она, «Хедвилл искупит грех, который он совершил по отношению к ее отцу. Он обязательно совершит нечто великое, быть может сегодня, а может завтра или в следующем году, и тогда она подарит ему самое большое сокровище, которым женщина может одарить мужчину. Мучительную смерть». Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарии. Если вы желаете, то вы можете поддержать этот канал по реквизитам в описании этого видео, переводом на карту из России или нажав на кнопку «Супер спасибо», то есть на доллар в сердечке из других стран. Спасибо.